Над Родиной попростые, строгие слышат слова, боевых награждается он. Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули над Родиной свистят, и что в этой борьбе, как на каждой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят. Это значит, что в этом суровом вою, твой ровесник, земля, твой соседство, защищает любовь и надежду твою, в наших кровах приветливый свет, охраняя святого, чем мы так дорожим, он ведет этот праведный бой, в наше счастье и в нашу мирную жизнь, а в иду заслоняя собой. О потерях всегда говорит тяжело и больно, но когда из жизни уходят молодые ребята, об этом говорят еще больше, больше. И сегодня, 24 ноября 2023 года, в школе появится материальная ковка, память мертвых, которые вновь и вновь будут напоминать нас, гибель людей, о материнском и человеческом горе. Сегодня мы склоняем головы в память выпускника нашей школы, бежновца Олега Вадимовича, погибшего при исполнении служебного воинского долга до своего 14 сентября 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски выпускника школы, бежновца Олега Вадимовича, объявляется открытым. На митинге присутствуют родители Олега. Бежновец Лилия Александровна, бежновец Вадим Валерьевич, родственники и друзья. Глава Купинского района Шурников Владимир Николаевич. Депутат законодательного собрания Шир Виктор Васильевич. Управляющая делами администрации Купинского района Семена Анжелика Николаева. Глава Стеклянского сельского совета Житкова Светлана Ивановна. Олег Вадимович родился 11 сентября 1996 года в селе Стеклянное Гуденского района. В 2003 году пошел в первый класс. Здесь же и окончил в первый класс. Затем поступил в Купинский медицинский техникум. Получив образование, был призван на срочную службу в ряды российской армии. Далее проходил контрактную службу в Юрге. С самых первых дней принимал участие в СВО на территории Украины. Олег служил в звании сержанта. Этот отрывный, добрый, отзывчивый, рассудительный парень всегда отвлекался на любые просьбы. На него всегда можно было положиться. 14 сентября 2020 года Олег погиб при выполнении боевых задач на специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга, вежновец Олег Вадимович награжден орденом мужества посмертным. Каждое время рождает своих героев. Но родный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном педестале, венчая собой лучшие качества человека, гражданина, патриота своей Родины. В наше время в парнях не сякла бедность в долгу традициям старших поколений. Олег достойный сын своих родителей, своей малой Родины, своей России. Слово предоставляется главе Сумовского района, роднику Владимиру Николаевичу. Уважаемые стеклянцы, я не был на похоронах, как всегда был в командировке, исходя от пословицы «велконогий кормер». И поэтому мои искренние соболезнования родителям, бабушкам, друзьям по поводу родителей Олега. Обидно 23 года уходить из жизни, не оставив после себя никого для продолжения рода. Так же, как и обидно ребятам, которых мы проводили и продолжаем провожать. К великому сожалению, вот снайпера провожали Купинского бойца Владимира Владимировича. К слову президента, год целый свинтовка проползал, и, к сожалению, кто-то перехитрил его из противоположной стороны. Официальная военная операция продолжается, поэтому мы должны быть удобными ко всему. К сожалению, ураг не сдается, пока он еще чувствует поддержку, особенно со стороны Соединенных Штатов. Германия, Франция потихонечку и ослабевает поддержку, но тем не менее, нам еще предстоит, скорее всего, 24-й год. Возможно, 24-й год станет решающим. Мы надеемся на то, что наш уважаемый президент найдет оптимальное решение для того, чтобы быстрее завершить, конечно же, нашей победой в этой войне. Олега жалко, еще раз говорю, и хочу детишкам сказать, чтобы помнили, что в вашей школе такой пацан учился, хороший, умный ребенок, подающий надежды. Но место для подвига есть у каждого из нас, и, конечно, хорошо бы этот подвиг совершать в мирной жизни. Вот пришлось парням, довелось парням, и сейчас я продолжаю проводить набор по контакту. Так, что каждую неделю мы 2-3 человека отправляем дополнительно на СПО. И всего уже больше 70 человек отправили до этого в октябре. Мы 93 человека мобилизовывали. И всем я обещал, до возвращения на главной площади райцентра будет грандиозный парад. Но вот эти парни, их на сегодня 16, которые не вернутся и которые не примут участие в этом параде. Вечная им память и слава. Следующее слово предоставляется депутату-закомодателю на Саванне, Рушнирум Литвову Васильевичу. Дорогие друзья, вообще это настолько тяжелая минута. И то, что сегодня, я скажу два слова. На встрече с Андреем Александровичем Франковым были произнесены такие слова. Очень многие считают, что молодежь наша где-то немножко есть легкого поведения. Но были сказаны такие замечательные слова, что не прозевали мы свою молодежь. И молодежь сегодня так достойно защищает нашу Родину. Среди них есть, к сожалению, те люди, которые погибли в то число и попал от насильчанин. Но вы поймите, что как бы тяжело ни было, но самое главное – поблагодарить родителей. И надо помнить всегда о тех людях, которые защищают нашу Родину. И то, что сегодня мемориальная тоска, она будет подчеркивать, что действительно он герой. И герой, и герой, так что это будет? Беспределное горе матери и отца, которые потеряли единственного сына. Какими словами утешить и поддержать вас? Низкий поклон вам, Лилия Александровна, и герой, и герой, и герой, который от всех нас за сына. Который был шустрым мальчишкой, успешным учеником, надежным и верным другом. А был родителем, добросовестным и ответственным человеком. Все, кто столкнулся с ним по жизни, оценили его порядочность, жизнелюбие, стремление помочь большим и малым. С чего начинается память? С берез, с речного песочка, с дождя на дороге. А если с убийства? А если со слез? А если с воздушной тревоги? А если с лежащей пилы в облаках? Со взрослых пули распростерты. А если с детского знания? То, как живое становится мертвым. И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет с войной начинается память. Здесь, в этой стране, где не помощи их нет, попробуй это представить. Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались здесь – открытие мемориальной доски. И времени не остановишь, и не изменишь ничего. Нет с нами тех, кто сердцу дорог, чей образ памяти еще. Плывут их души облаками, и слезы льют гребным дождем. И наблюдают, наблюдают за тех, как мы вот здесь живем. Дают советы с наведением, оберегают от беды. А мы порой не замечаем слова среди бренной суеты. Но память верный наш хранитель дает подсказки. Тогда нам что-то в сердце вдруг напомни. Он с нами здесь и был всегда с нами. Почетное право открытия мемориальной доски предоставляется Межновец Лири Александрович и главе Кузовского района Шумникову Владимиру Николаеву. Существует... Прошу возложить цветы в мемориальной доске В памяти неравнижновца Олега Вадимовича Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова . Но подвиг российских 하락ов всегда останется разным и завтречным. Водвиг воинов это подвиг первым О нем должны помнить будущие поколения во имя мира на Земле. Помнить и быть благодарным тем, кто в своем собственной жизни дарит нам великое счастье – жить. Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски, выпускника школы, вежновца Олега, объявляется за книгами. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем. Встанем. Пока с нами рядом Господь, и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не знал. Мы с вами и песен затянем. Встанем и бьемся сильнее в груди. Наша вечная память между нами. Встанем. Герой России остался в ваших сердцах до конца. Встанем. И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за металли. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем. И снова затянем. И снова затянем. Герои России останутся в наших сердцах до конца. Мы встанем, мы встанем, мы встанем, мы встанем и бьемся с ней в груди наша вечная память между нами. Встанем, мы встанем, мы встанем, мы встанем, мы встанем и бьемся с ней в груди наша вечная память между нами.